Аварийные дома разваливаются, улицы тонут в мусоре и продуктах жизнедеятельности, коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Посмотри наверх. В центре Барнаула аварийный дом рассыпается на глазах. С фасада вываливаются кирпичи. Конечно, опасно. А вот мы даже, видите, шли и не смотрели. Осторожно, заминированно. Барнаульцы жалуются на фекалии домашних питомцев во дворе. Многие до сих пор еще не следят за этим. Вышли, погуляли с питомцами, а убраться – это не их дело. Возможен сход снега – табличка есть, а вот возможен сход кирпичей – таблички нет. А надо бы. Буквально на днях со стены дома на Гоголя 54 прямо на голову мужчине рухнул кирпич. Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то в нашем случае не снег, а кирпич в башка попадет. Ну а продолжение отрывка из всеми любимого фильма «Джентльмены удачи» вы знаете сами. Так, на прошлой неделе житель Барнаула попал под обстрел кирпичей. Куски фасада внезапно посыпались дома на Гоголя 54. Сотрудники магазина, который находится в этом же доме, оказали помощь. Пострадавший убежал, жаловаться не стал. Уже через некоторое время на этом месте появилась сигнальная лента. Был ходить опасно, но большинству идут на пролом и даже не смотрят наверх. Конечно опасно, а вот мы даже, видите, шли и не смотрели. Как сейчас пойдете мимо? Да вот так и пойду по краешку, потому что здесь перехода нет. Переход только там. Страшно отменить здесь ходить. Я редко здесь хожу, но, конечно, если сделают ремонт, будет очень здорово. Как удалось выяснить, дом жилой. Мало того, что в нем продовольственный магазин, так в нем еще и проживают, точнее, выживают люди. В 2020 году дом признали аварийным. Несмотря на это, власти решили, что здание подлежит реконструкции, а не сносу. Ремонтировать ветхий дом должны были сами собственники. Жильцы были в шоке. В частности, Вера Васильевна до сих пор не понимает, как должны были восстанавливать 70-летний дом, у которого даже фундамента нет. Женщина прокомментировала ситуацию, но попросила замазать лицо, так как плохо себя чувствует. У нас опасно ночью спать, потому что у нас трещат углы. Реконструкция – это капитальный ремонт. Вообще, довольно-таки странно. Первая экспертиза наша показала 78% износа. Дом построен в 1950 году, ему 73 года. А следующая экспертиза показала 40% износа. И самая последняя экспертиза показала износ 38%. Все абсурдно. Почему ему принято решение ремонтировать, а не сносить, как вы думаете? Потому что такую заявку подавали в суд именно вот эти два магазина. Почему? По закону. Если нам присуждают, допустим, выселение и снос, то они компенсацию не получают. Комментировать ситуацию по сносу, ремонту в магазине не стали. Коммунальные эксперты нам пояснили, что в ноябре прошлого года началась процедура по изъятию земельного участка под домом в пользу муниципалитета, так как собственники не провели реконструкцию в восстановленные сроки. Но даже если процедура переоформления не завершена, поясняют юристы, властям рекомендуется взять под крыло опасный дом, пока не произошла трагедия. Комитету может быть даже где-то и на упреждение до перехода права собственности, чисто формально, юридически, необходимо что-то там действительно огородить и развешать, ну как минимум какие-то предупреждающие таблички. И владельцы магазина на первом этаже, ну тоже заинтересованы в том, чтобы к ним покупатель, откуда действует магазин, дошел живым и здоровым. Ну здесь, наверное, стоит в этой ситуации объединить усилия и не заниматься излишним вот этим формализмом и бюрократией. Жильцам остается только надеяться, чтобы дом скорее начали сносить, их расселять. А дать расселение спрашиваем у городской администрации в официальном запросе. А властям стоит в очередной раз напомнить, что аварийный дом хоть и находится на улице Гоголя, но в нем живут и мимо него ходят совсем не мертвые души. Некоторые уверены, что не подснежники первые весенние цветы, а фекалии домашних животных. Действительно, когда подтаивает снег, улицы дворы превращаются в большой собачий туалет. Людям это, естественно, не нравится, они просят, чтобы собачников наконец уже начали штрафовать. Однако экологи говорят о том, что растаявший снег наглядно показывает, что яркий след в этом мире оставляют не только животные. Весна во всей своей красе. В Барнаульском ЖК Лапландия, да, пожалуй, во всех районах Барнаула. Горожане жалуются на недобросовестных собачников, которые не убираются своими домашними питомцами. Многие до сих пор еще не следят за этим. Вышли, погуляли с питомцами, а убраться, это как бы, это не их дело. Жалуются на то, что собачники не убирают за своими собаками. Замечали такое? Ежедневно. Представители экорганизации пояснили, что питомцы оставляют улики на улицах, в скверах, в парках по одной простой причине. Дело в том, что специализированных мест для выгула домашних животных в краевой столице практически нет. Чтобы не было продуктов жизнедеятельности животных на улицах, да, нужно создать места для выгула, специализированные места для выгула животных. Сейчас, конечно, многие скажут, вот, будем еще мы на это, там, задумываться об этом. Но это необходимо, как сделают в цивилизованных странах. Ну и, конечно, владельцам животных, я сама являюсь владельцем собаки, нужно, могу посоветовать только, что, ну, необходимо убирать за своими питомцами. В Москве и в Питере там прям реально полиция следит, да, чтобы, если ты идешь гуляя с животным, чтобы у тебя был с собой обязательно пакетик с совочком, чтобы ты убирал за своими питомцами, иначе там штрафуют. Но с пакетиками в Барнауле ходят далеко не все собачники-горожане. Особенно в социальных сетях призывают наказывать рублем нерадивых владельцев. В Барнауле этого не делают. Но экоактивисты при таком раскладе обращают внимание и на человеческие улики – бытовые отходы, которые разбросаны по всему городу. У собачников, скажем, возникает вопрос, а почему мы не штрафуем тогда людей, которые позволяют себе, скажем так, свинячить на улицах. Очень мало народу озадачивается тем, что и другой мусор-то тоже обнажился, и другой мусор-то оставляют цивилизованные люди, не четвероногие друзья, которые там глупенькие, а нормальные цивилизованные городские жители. И вот с этим, конечно, угоражал почему-то гораздо меньше вопросов. И такого мусора гораздо больше. Да, и, к сожалению, такого мусора гораздо больше. Причем, если для животных нет площадки для выгула, то для людей есть урны, мусорки, полигон. Но не все доходят до мусорных баков. Перед тем, как жаловаться в социальных сетях на фекалии хвостатых, стоит задуматься о своем вкладе в окружающую среду. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала «Толк», пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok